Добрый день, коллеги! Добрый день, коллеги! В своем докладе хотелось бы понять отличие лимфоденопатии, реактивных изменений, острого хронического лимфоденита и вторичных изменений в лимфатических узлах. Лимфатическая система – это функциональная система, и защита организма от местного и общего воздействия экзогенных и эндогенных факторов направлена на обеспечение внешней среды, то без гомеостаза. И среди визуализированных лимфатических узлов экографически большая часть – это реактивные лимфатические узлы у взрослых. И реактивные изменения в лимфатических узлах – это биологический ответ и является функциональной нормой. Мы видим ряд заболеваний, в которых, как и часто, увеличивается лимфатические узлы. И основная когорта этих заболеваний – это инфекционные заболевания. Закачественное образование проходит метастатически на 23%. Все остальные – это аутоиммунные заболевания, нарушение липидного обмена и конституциональная гиперплазия, тимико-лимфатический статус, как правило, у детей. Лимфатические узлы, как вы видите на слайде, изучаются достаточно давно при распусковой диагностике. С 1988 года вышли первые статьи. Это были авторы, которые возглавляли Салбати, который очень известный индекс Салбати, который применяется долгое, уже 30 лет нашими специалистами. И на основе этих всех факторов за 20 лет были выяснены тритерии, что все-таки реактивная гиперплазия является нормальной, особенно на лимфатических узлах ШИ. Это норма, и все минимальные размеры, которые мы измеряем, это передний-задний индекс, который при лимфатических узлах ШИ равен около 10 мм. Допустим изменение до 11 мм на уровнях первого-второго уровня. Что выходит в задачи? Это определить нарушение анатомического лимфатических узлов, важна терминология дестернизации лимфатических узлов, важно оценить характеристики метастатических изменений, как при макро- так и микро- метастатических изменениях, также понять понятия, включающие нормальные лимфатические узлы, реактивные и постререактивные лимфатические узлы. Сейчас у нас уже есть аппараты экспертного класса, в котором мы хорошо визуализируем анатомию лимфатического узла. Мы можем проследить капсулу лимфатического узла, определить корковое вещество, даже единичные фолликулы, оценить ворота лимфатического узла и понять изменение кортикального слоя кортекса и пара кортекса. Базовое определение лимфатического узла входит в B-режим, и самое важное, что мы определяем, это структуру лимфатического узла. И уже мы видим дальше большое количество индексов, которые мы рассмотрим ранее, которые мы можем определить. Это длина полуоси, которая измеряется в любом случае, но самое важное, это короткая ось, это максимальный диаметр лимфатического узла, деля на его длинной оси. Он в норме равен от 8 до 10 мм. И на ряду авторов мы видим, что при измерении этих они с нами согласны, и мы можем быть уверены, что это так. Ранее не было представлено никакой классификации, но сейчас, в августе 2002 года, вышла классификация, которая основывается на термиях определения измерения лимфатических узлов. Но это группа международного анализа, которая представлена для определения пахово-бедренных лимфатических узлов. Но ремарка у авторов есть, что они могут использоваться и для определения других групп лимфатических узлов периферической нормы. Важна толщина картикального слоя от 2 до 3 мм. И мы видим, что тот индекс салбати, который мы всегда применяли, или лимфатического окружности, который равен отношению длины и переднего и заднего размера, авторы измеряют еще для определения реактивности или подозрения на метафотический процесс, картикальный слой в максимальных и минимальных отношениях от капсулы до медулярного слоя. Размеры лимфатических узлов крайне важны, потому что мы знаем, что в норме определяются увеличенные по длине шейные лимфатические узлы, это подчелюстные, бывают по длине увеличенные подмышечные лимфатические узлы и пахово-лимфатические узлы по длине. Это конституциональная норма. Таборофические уровни тоже крайне важны, потому что мы должны говорить на одном языке с нашими диагностами и нашими коллегами-хирургами, химиотерапевтами и лучевыми терапевтами. Это уровни для шеи. Это характерные уровни, которые приняты на ассоциации от Ленингора в 2001 году. Это так называние Роберсона классификация, которая классификается по анатомическим уровням. Следует помнить, что лицевые, заушные, и окоушные, и ретрофарингеальные лимфатические узлы в эту классификацию не входят. Также есть классификация, которая представлена для подмышечных лимфов. Тоже анатомические структуры делят их на первый, второй, третий уровень. И для бедренных лимфатических узлов, так называемые регионы деселлера, тоже есть в водной доступе. Они определяются также по анатомическим уровням и делятся преимущественно поверхностно пахово-беренной и глубоковой пахово-воздушной области. Сгруппированность и количество военных лизов тоже крайне важна при диагностическом факторе. Мы знаем, что бывают единичные, бывают сгруппированные. И у лимфатических узлов расположена цепочка и спаянные в конгломераты. Форма лимфатического узла крайне важна. В норме это овальная, плоская, иногда шаровидная форма допустима, особенно для почвелесных лимфатических узлов. Лобулярная, неправильная, спеклообразная форма – это подозрение на метастатический процесс. Контур лимфатического узла, иногда употребляется слово «капсула», тоже важна. В норме это четкий и ровный, нечеткий и неровный контур, подозрение на злокачественность метастатического поражения. Структура лимфатического узла крайне важна. В норме это, я скажу, это гипоэхогенный четкий кортикальный слой. Обычно гипоэхогенность и гипергетерохогены в структуре вызывают уже сомнения, является ли этот процесс метастатическим, либо это, возможно, реактивное изменение. Именно в этой классификации ВИТО еще есть определение, как диффузные изменения и локальные изменения, которые тоже мы употребляем. Диффузные характеристики для лимфомы. Объем поражения лимфатического узла тоже крайне важен. При особенно подозрении на метастатический процесс бывают локальные поражения, бывают изменения больше 1-2 объема узла и тотальное поражение. Крайне важно, когда мы уже определяем динамику процесса, когда осуществляется или полихимиотерапия, либо сочетанные изменения, либо лучевая терапия. Патологические включения в кортикальном слое. Микрокальцинаты характерны для патологических изменений, связанных с рак щитовидной железы, популярны, как правило, фиброз линейно-точечный, может быть изменения при плоскоклеточном раке, и кистовидные включения могут быть как при изменении доброкачественного характера, при хронических лимфоденитах, так и при некрозе узла, связанных с изменением при метастатическом плоскоклеточном раке. Распространение на окружающей ткани тоже важно, и это можно определить при утрозаковом исследовании. Это подрастание к сосудам магистральным, это тромбозы, как правило, очень часто на шее внутренней юремной вены, врастание в прилежащие окружающие ткани, инфильтрация прилегающей подкожно-жировой клетчатки и врастание в кожу. Инфильтрация, прилегающая подкожно-жировой клетчатки, иногда описывается как гиперхогенное кольцо, это распространение на перинодальную клетчатку в виде отёка. В базовое ультразаковое исследование уже с 2000-х лет входит именно диагностическое определение сосудов лимфатического узла, это оценка в организации с описанием архитектоники и субъективное выполнение количественной оценки объёма кровотока. В недоинственном времени характерно было, которое мы описываем, реактивная восклюлизация, когда мы видим единичные гелярные или радиарные сосуды, которые при реактивных лимфатических узлах определяются линейностью или единичные локусы кровотока, которые определяются в норме у лимфатического узла даже без реактивных изменений. При апатологическом кровотоке характерны или обрубленность сосудов в лимфатическом узле, либо выраженный кровоток по периферии лимфатического узла. И также можно выполнить количественную оценку по измерению резистентности или пульсационного индекса. Ещё определяется объём кровотока, он измеряется при помощи валов. Вот в этой классификации он отмечен, это или отсутствие цветности в лимфатическом узле, минимальный цвет, умеренный, когда видна вся длина сосудов, и обильный цвет. Также описывается, как я уже говорила, архитектоника, то есть афферентные и эфферентные сосуды, которые или радиарно проходят, не изменяя свою структурность, либо есть принцип обрубленности сосудов в лимфатическом узле. Что характерно для неизменённого узла? Как я уже говорила, размер переднего и заднего, овальная форма, однородные гиперхогенные ворота, неизменённые однородные гиперхогенные кора тонкие неприёмные гиперхогенные капсулы, толщина кортикального слоя от 2 до 3 мм. Авторы классификации ВИТО описывают ещё гиперхогенный узловой холмик, это ворота лимфатического узла, в котором мы видим вход и выход сосудов. Индос сабати менее 2 единиц, и продонный гильярный и разлетлённый в световом режиме воскулизации умеренно или не наблюдается в принципе. Реактивные лимфатические узлы мы можем видеть уже утащение кортикального слоя, расширение ворот, границы остаются чёткие, равномерные утолщины кортикального слоя более 3 мм, и может быть усилена радиарно-предцветом-доптенческом кортировании сетка сосудов. Постреактивные, то, что называется, когда мы можем увидеть наоборот расширение медулярного участка лимфатического узла с замещением его жиром, то есть липоматозного замещения медулярных синусов. И мы тогда видим тонкий гиперхогенный тоненький корковый слой кортекс и расширенный именно замещенный жировой тканью ворота. Сосуды также могут прослеживаться или не наблюдаться. Острый лимфоденит характерен тем, что изменяется чёткость границ, утолщается кортикальный слой, иногда он замещается какими-то, видите, но нам приходит на помощь, конечно, клиническая картина, и, конечно, кровоток будет ревовидно-радиарно усилен. При хроническом лимфодените есть такое понятие, когда лимфатический узел замещается уже кистовидными структурами в виде таких нелимфогенных кист. Соответственно, меняется форма узла, смещаются ворота, но при цветном дорожном картине не будет усиления сосудов в структуре узла. При предозрении на лимфатический метастический процесс мы можем увидеть в корковом слое нарушение структуры различного характера, гипоэхогенной, гетерохогенной, гиперохогенной. Смещаются ворота, появляется нечёткость контура даже в зоне изменений, и, естественно, усиливается кровоток асимметрично по краю сосудов, расширяется эфирентно и по краю изменённых изменений. И метастатическое поражение. Уже меняется структура узла, неравномерное уточнение критикального слоя, появляется округлость, неправильность, лакунарма, спеклообразность, соотношение на сослабаде меняется до двух, наручается дифференцировка и, естественно, симметричное усиление кровотока по периферию узла либо в зоне изменений. Отдельно стоит поражение лимфатических условий при злокачественном лимфоме. Определить реактивность острая лимфатенид либо это поражение при злокачественном лимфоме иногда при ультразвуковой диагностике достаточно сложно. Надо иметь совокупность клиники и ультразвуковых изменений. Но характерно диффузное расширение фолликового, линейная исчерченность, утолщение кортикального слоя со смещением ворот. Появляется также нечёткость, волнистость контура и асимметричное, чаще всего, усиление кровотока или симметрично в зоне изменений. Но при подозрении, соответственно, назначается биопсия. Применение очень часто спрашивают. В ультразвуковой диагностике не применяется система РЕЦИСТ-1.1, потому что использование как рентгенологическое грудное использование ультразвуковой диагностики по причине самой воспроизводимости мы не можем чётко… Сейчас ещё нет критериев, во-первых, диагностических, а во-вторых, когда меняется диагноз, то его интерпретация ультразвуковой картины меняется, поэтому система РЕЦИСТ-1.1 не применяется. Но мы можем ответить на вопросы наших коллег. То есть есть изменения в структуре узла, увеличивается или меняется размер узла, восстанавливается структура. То есть в прогрессировании можем определить процессы при увеличении лимфатического узла, стабильные размеры и структура узла. И иногда мы видим и восстановление, полный регресс или выраженный регресс в структуре лимфатического узла. И в алгоритме диагностической поверхности лимфатических узлов это первичная диагностика ультразвуковая. И можно определить ещё навигацию морфортической рефикации при ультразвуке, которая таргентно выявит точек, который мы можем с точностью наведения определить, что именно мы пунктируем. А оценка распространения опухолевого процесса магнитно-резонансная эндомография, компьютерная эндомография и, конечно, позитронно-иммерсионная фотофетография нанофотонной компьютерной эндомографии. И хотелось бы определить место ультразвукового исследования. Это выявление патологически изменённого лимфатического узла, определить уровень расположения для планированного лечения, определить распространённость процесса, если это возможно, а также ненабинческое наблюдение при габеронированном лечении и наведение при биопсии лимфатического узла. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.